Повод для праздника особый и ключик непростой. В Краевой детской больнице номер один во втором отделении для новорожденных волонтеры установили 26 новых дверей. Деньги для ремонта собирал весь Владивосток. Организаторы проекта проводили акцию прямо на улице, поэтому принять участие в благотворительности мог любой прохожий. Люди шли, люди вовлекались, они отдавали. Где-то, может быть, с недоверием, конечно. Кто-то, может, проходил, но кто-то отдавал просто 10 рублей. Но мы и этому были рады. Волонтеры планировали собрать 300 тысяч рублей, но неравнодушных оказалось больше – 500 тысяч за два с половиной месяца. На эти деньги добровольцы провели не только необходимые ремонтные работы в больнице, но и устроили утренник для детей с подарками и любимыми героями. Повторяю за мамблами! Он у нас такой же весельчак! К нам приехали игровые столики, детская мебель, памперсы, что также очень важно для наших пациентов. Поэтому мне хочется от всей души сказать всем огромное спасибо за ту помощь, которую они оказали детям и учреждению. И пожелать всем в наступающем новом году самого главного – это здоровья всем в их семье и здоровья их детям. В отделении для новорожденных, где установили пластиковые двери на лечение, сегодня находятся 30 малышей весом от 600 граммов. Кому-то хватает и 15 дней для того, чтобы поправиться, а некоторые здесь проводят и по 2-3 месяца. Это и просто реабилитация, это и профилактика различных заболеваний. И даже настолько есть серьезная помощь, как хирургическое лечение органа зрения глаза. Мы глазки оперируем детям, и сердечки мы им оперируем, если это требуется. Детки бывают и, скажем так, ближе к удовлетворительному состоянию, а бывают и крайне тяжелые. Многие из маленьких пациентов лежат в палатах уже долгое время, но несмотря на состояние детей, Дед Мороз и веселая музыка смогли им поднять настроение. Возможно, хотя бы на часик ребята позабыли о своих болезнях. Валерия Белоус, Василий Косилов, Новости на Восьмом.